Некоторые говорят, что они прирождённые убийцы. Другие считают их безобидными. Нужно ли бояться волков? Не думаю, что есть животное, которое также символизирует дикую природу, как волк. Кажется, что человек готов на всё лишь бы избавиться от страха перед этим крупным хищником, способным спрятаться в полумраке. В 2010 году случилось немыслимое. Волки убили человека. Я хочу знать, почему и повторится ли это вновь. Меня зовут Гордон Бьюкеннен. Долгие годы я выслеживал самых опасных хищников планеты. Я знаю их повадки, и мне редко приходилось опасаться за свою жизнь. Но теперь всё изменилось. Животные, которые всегда охотились на дичь, начали охоту на людей. Это одна из самых больших загадок природы. В поисках её разгадки я отправляюсь по следам людоедов. В поисках людоеда. Жертвы волков. В марте 2010 года в отдалённом регионе Аляски волки напали на молодую женщину и убили её. Я направляюсь именно туда, в Чигник Лейк. Крошечное поселение на полуострове Аляска. Последние полтора часа я летел над бескрайней дикой местностью. Когда смотришь вниз, не замечаешь никаких признаков жизни. Но когда приезжаешь, видишь людей, машины. Здесь есть всего несколько дорог и маленький город Чигник. Отсюда и начинается моё расследование. В марте 2010 года в Чигнике волки убили и частично съели 32-летнюю учительницу Кэндис Бернер. Это случилось здесь. Джон Линд возглавляет племенной совет Чигник Лейка. Он вызвал на место происшествия военных штатов. Боже мой. Тогда здесь лежал снег? Да, здесь был снег. Ясно. А эта яма была здесь, когда её убили? Не совсем. А где она была убита? Не здесь. Думаю... Думаю, прямо тут. Понятно. Здесь на снегу была глубокая вмятина. Так что же произошло? Как в тот день развивались события? Несколько детей спустились вниз, чтобы покататься на снегоходах. Однём они вернулись и сказали, что видели следы и кровь. Они увидели её тело внизу и позвали меня. Я спустился и сразу увидел останки. А вам когда-нибудь приходилось видеть человека, съеденного с животными? До этого? Нет. Вы видели вокруг волчьи следы? Конечно. Тут были следы. Правда, не могу сказать, как много их было. Вы же были первым человеком, увидевшим тело вблизи, так? Что, как вы думали, там произошло? Я не узнал её. Я не знал, что она собирается в город. Я попробовал опознать тело, но не смог. Потом я понял, что это та учительница. Через несколько часов после того, как Кэндис отправилась на пробежку, на дороге рядом с городом местные заметили кровь и пару перчаток рядом с кучей мусора. Там, где заканчивались человеческие следы, были следы волков, которые волокли что-то вниз по склону. Подобное этому смертоносное нападение волков случалось до этого в Северной Америке лишь однажды. В 2005 году в Канаде жертвой волков стал студент Кентон Карнеги. Речь идёт о сотнях тысяч людей, которые живут бок о бок с волками, и о тысячах волков, но известно лишь о двух случаях, когда люди стали их жертвами. Верно. И один из них произошёл здесь в прошлом году. Кажется странным, что лишь за последние пять лет двое молодых людей стали жертвами волков. Хотя подобного никогда ранее не случалось в истории Северной Америки. Я хочу разобраться, в чём дело. Я еду на встречу с человеком по имени Гарри Калмаков. Он был одним из тех, кто охранял тело Кэндис в ожидании прибытия военных. Я хочу поговорить с ним и услышать его рассказ о случившемся. Когда я приехал на место, я увидел следы борьбы, и повсюду волчьи следы. Я сразу понял, что это были волки. Я один был одет по погоде. Было очень холодно. Кто-то из ребят отправился домой, чтобы переодеться и взять ружья. Я остался один. Когда начало темнеть, в полумраке я уже был более уязвим. Я завёл свой снегоход и начал ездить вокруг. Я хотел, чтобы волки знали, что я всё ещё здесь. Я сделал четыре круга и пару раз проверил, всё ли в порядке. Я возвращался по дороге в метель, и каждый раз, когда я делал новый круг, я видел новые следы поверх следов снегохода. Я спустился вниз с другой стороны, развернулся и снова увидел свежие следы. Там было два волка с двух сторон от меня. Когда я заканчивал последний круг и возвращался на дорогу, я увидел волка, который поднимался на холм. До последней секунды я его не замечал, он был в нескольких шагах от меня. Он шёл вверх, а потом попытался выпрыгнуть на дорогу, прямо передо мной. Я был на самом краю дороги. Я развернулся, нажал на газ и быстро поехал влево. Это было прямо здесь, на краю газона, где я кашу траву. За два дня до гибели Кэндис, Гарри видел волка прямо в своём саду. Когда я вышел, волк посмотрел на меня и убежал на холм. Незадолго до смерти Кэндис волки были неподалёку от деревни. Об этом свидетельствуют и рассказы местных жителей, и отчёты о происшествии. Я должен выяснить, действительно ли волки, эти дикие животные, подошли так близко к деревне. И если да, то почему? Для решения этой задачи нужно расставить камеры ловушки в подходящих местах. Итак, здесь свалка. И здесь тоже. А всего в четырёхстах метрах отсюда было обнаружено тело Кэндис. Это всё из металла. Я поставлю первую камеру здесь, на свалке. Посмотрим, приходят ли сюда какие-либо животные. Другую камеру я попробую установить в конце тропы. Мы находимся всего лишь в километре от города, но ощущение, что здесь уже опасно. Мне предупреждали, чтобы я не ходил сюда. Здесь водятся медведи, могут быть волки. Удивительно, что люди чувствуют, как близка к городу опасность. Третью камеру я установил на берегу озера. Я оставляю камеры на всю ночь. Посмотрим, что из этого выйдет. Я хочу выяснить, что же привлекает волков в Чигни-Клэйк. Вода для людей здесь возможность выжить. Люди зависят от неё и, возможно, тоже происходят и с животными. Местный рыбак, Мич, берёт меня с собой на озеро. Там, Орлан! Да, туда мы и едем. В это время года на нерест идёт лосось. И рыбаков просто притягивают к этим водам. Невероятно. За один улов они должны добывать не меньше полутора или двух тысяч рыбин. Эти места и богаты, и одновременно скудны. В определённое время года и животным, и людям здесь приходится туго, потому что сложно добывать пропитание. Затем приходит другой сезон, и еда перестаёт быть проблемой вообще. Рыба здесь является источником пропитания медведей, белоголовых орланов, лис и волков. Сейчас середина лета, и жизнь кажется несложной. Но Кэндис была убита зимой. Что круглый год манит сюда волков? Возможно, камеры ловушки дадут ответ. Необходимо быстро собрать все камеры ловушки, поскольку это конец взлётно-посадочной полосы. Если я не поспешу, есть опасность быть сбитым самолётом. Стоит только выехать из города, как чувствуешь, что ты в дикой Аляске. Возникает обманчивое ощущение, что ты в безопасности, ведь рядом город, постройки, люди, кипит человеческая деятельность, но сама деревня находится бог знает где. Интересно, когда Кэндис приехала сюда, чувствовала ли она себя здесь в безопасности и более защищенной, чем следовало бы. В первую очередь я проверю камеру на свалке. Здесь были люди и собаки. Ещё видна спина медведя. Если медведи приходят на свалку, скорее всего, волки тоже здесь бывают. Теперь проверим камеру на взлётно-посадочной полосе. Вот это да. Одна из камер оказалась перевёрнута. Думаю, это был медведь. И у меня есть теперь небольшое видео с его лапой. Вот, смотрите, медвежья лапа. Это подтверждает то, что я уже знал. Здесь водятся бурые медведи. Было бы здорово заснять на камеру волка. Здесь многие люди говорят, что они слышат волков. И волк здесь точно водится. Что ж, надеюсь, что на последней камере будут кадры, которые мне так нужны. Кадры с волком. Итак, эта камера-ловушка сработала целых 34 раза. Тут была собака. Надо же, на берегу озера сидел симпатичный белоголовый орлан. Он улетел. Интересно. Пришла собака. Ещё одна. Повсюду собаки. Ладно. Собака. Сорока. Симпатичный орлан. Когда видишь этих животных здесь, понимаешь, что для них это более естественная среда обитания, чем для человека. А это совершенно дикая местность. Её населяют дикие животные. Это одна из причин, по которой Кэндис приехала в эту часть земного шара. Я читаю блог Кэндис о её жизни на Аляске. И очевидно, что для неё это было большим приключением. Она пишет. Болк – символ Чегник-Лейк. Его чучело стоит в вестибюле школы. И напоминает о том, что таит в себе дикая природа, и что всегда нужно сохранять бдительность. От этих строк в дрожь бросает. Думаю, что её блог поможет понять, что она здесь делала. Она приехала и отправилась на пробежку на холм. Она была в наушниках и бежала, не поднимая головы. Она готовилась к марафону. Непонятно только, почему произошло это нападение. Я здесь, чтобы это выяснить. Я хочу докопаться до самой сути, понять не только, что именно случилось с Кэндисом, и то, почему волки напали на неё. После нападения департамент охоты и рыболовства начал поиски с воздуха. Восемь волков были застрелены. Через полтора года после гибели Кэндис департамент охоты и рыболовства так и не предоставил отчёта о нападении и о волках, которые были впоследствии застрелены. Они утверждают, что по-прежнему изучают улики, собранные на месте происшествия. Видимо, они исследуют ДНК, не знаю. Они забрали трупы в мешках и помогли им погрузить их на борт самолёта, и я не знаю, куда они их отвезли. Похоже, они собирались делать ДНК-тесты, но чем всё закончилось, я не в курсе. В деревне живёт человек, который отправился по следам волков после нападения. Но он избегает встречи со мной. Это моя последняя попытка что-либо узнать о волках, которых они застрелили. Неужели это правда, что вы должны были пристрелить всех волков в этой местности в радиусе 8 или 16 километров? Многие люди здесь не горели желанием со мной общаться. Но самым неразговорчивым оказался Дон. Он запретил снимать его, но при этом рассказал интересные факты о тех 8 волках, которых пристрелили. Я поговорил с Доном. Он был одним из тех, кто пошёл по следу волков после гибели Кэндис. Они преследовали волков пешком, на снегоходах и с воздуха, на двух самолётах. Но Дон считает, что эти волки не имели отношения к смерти Кэндис, и что, вероятно, те волки всё ещё где-то рядом. За последний месяц он видел двух волков в 400 метрах от места, где погибла Кэндис. Пора уезжать из Чигник-Лейк. Думаю, что я выяснил всё, что мог у людей, которые были здесь в момент гибели Кэндис. Сказать по правде информации совсем немного, но думаю, я смогу восстановить полную картину происшедшего. Большое спасибо. Теперь я собираюсь поговорить с ветеринаром-патологоанатомом, которая изучала трупы волков, застреленных в течение двух недель после смерти Кэндис. Я хочу узнать, у неё считает ли она, что именно эти волки убили Кэндис, а также выяснить, почему, на её взгляд, это произошло. Я нахожусь в Фейербанксе, в патологоанатомической лаборатории при департаме волки пришли в деревню, в поисках лёгкой добычи. Если мне удастся выяснить, могут ли голодные волки изменить своё поведение, чтобы выжить, это поможет понять, почему волки в Чигник-Лейк напали на Кэндис. Биолог Дом Отс изучает модели питания волков. Что они едят? Сейчас я это выясню. В настоящий момент Дом наблюдает за жизнью 32-х волков с радиоошедниками. Мы идём по их следам. Дом просит меня не разглашать местонахождение, поскольку опасается, что волков застрелят охотники. Вот почему я обычно летаю на самолёте. В отличие от меня, волки могут пройти где угодно. Мне до них далеко. Интересно, чем они здесь питаются? В большинстве регионов, особенно на Аляске, волки охотятся на копытных животных. Например, здесь их основная пища американский лось и северный канадский олень карибу. Мы решили отказаться от попыток добраться пешком и садимся на судно. Мы встречаем самку лося с лосёнком. Это отличная добыча для волков. Здорово. Никогда раньше не видел американских лосей. А тут ещё и лосёнок. Это довольно опасно и для малыша, и для матери. Здесь ведь водятся волки. Они ушли. Мы по-прежнему не обнаружили волков, поэтому начнём поиски с воздуха. Чтобы разгадать эту загадку, я должен выяснить, хватает ли здесь пищи диким волкам и как изменится их поведение в обратном случае. Дом выслеживает волков с гидроплана. Для нас это лучшая возможность увидеть волка. Пока мы летим, антенна фиксирует сигнал. И так мы можем выяснить, с какой стороны находится животное. Мы полетим в ту сторону, пока будет хороший сигнал. И в конце концов доберёмся до нужного места. Наконец-то я увижу волка. Приготовьтесь. Мы приближаемся. Там волчица. Прямо там лежит волчица. Да, да, я вижу. Встаёт. Это альфа-самка. Рядом с ней волчата. Видите? Парни, я поворачиваю. Держитесь крепче. Я видел её мельком с высоты 60 метров. Это был первый в моей жизни волк. Да ещё и с детёнышами. Вам удалось рассмотреть, сколько у неё волчат? Да, их было шесть, да? Да, им около трёх недель. Больше всего меня поразило то, что в течение всего полёта мы не увидели никаких признаков дичи. Ни карибу, ни лосей. Их число продолжает уменьшаться. Я даже не предполагал, что эта местность может быть настолько пустынной. Чем же питаются дикие волки, если здесь им не хватает добычи? Это и пытаются выяснить дом. На карте показано, где обитает эта стая. Это логово, над которым мы пролетали сегодня утром. Здесь чётко видно. Видите, они в основном живут здесь, прямо на берегу реки. Особенно в зимний период. Понятно. Летом карибы ушли отсюда на юг, и американских лосей здесь тоже немного. Возникает вопрос, чем же они питаются. У дома очень необычный метод решения этой задачи. Когда мы к ним подберёмся, возьмём нескольких усиков. По состоянию усов можно понять, как менялся рацион животного. Это о многом может нам рассказать. Я покажу вам. Это ус, а это разные отрезки на нём. Мы видим, что зимой они плохо питались, поэтому здесь линия спускается слева направо. Здесь видно, что в этот период они питались карибу и лосями, а здесь произошёл скачок. На какое-то время им пришлось перейти на лосося. Затем лосося в их рационе становятся всё меньше и меньше, и они переключились на сухопутных животных. Ясно. Это просто невероятно. Как вы можете получить столько информации о животном, которого вы даже никогда не видели? Просто по усам. Исследования дома показывают, что волки едят лосося и при необходимости могут приспосабливаться к разной пище. Но то, что они едят рыбу, вряд ли объясняет случившееся в Чигник-Лейк. Лосось здесь водится летом, а Кэндис погибла зимой, когда рыба уходит в море. Что-то ещё привело седа волков и стало причиной их нападения на Кэндис. Если я пойму, почему волки, как правило, не нападают на людей, возможно, я смогу понять, почему же они сделали это в Чигник-Лейк. И я знаю, куда я должен для этого отправиться. В национальный парк Денале. Сюда приезжают более 400 тысяч человек в год. И это лучшее место на Аляске, чтобы понаблюдать за волками. Но в отличие от Чигник-Лейк, волки здесь никогда не нападали на людей. Почему? Думаю, что в Денале я найду ответы на свои вопросы. Вам достаточно подняться на вертолёте, чтобы понять, что в этой части земного шара следы жизнедеятельности человека почти незаметны. Кое-где виднеется несколько зданий и дорог. В основном здесь только деревья, реки и горы. Здесь становится понятно, что Аляска – одно из самых нетронутых мест на планете. Даже после одного такого полёта на сердце становится хорошо. Вокруг нет ни одного человека. Волки могут жить в этой местности круглый год. Они перемещаются туда, где могут найти пищу, и там внизу водятся карибу, овцы. Там, где водятся эти животные, больше шансов встретить волков. Я отправляюсь на ночь вглубь парка, прочь от дорог и подальше от людей. Я останусь наедине с природой. Я хочу понять, будут ли волки искать меня. Если будут, что я испытаю в этот момент? Когда вы находитесь на природе, вроде бы ничего страшного и нет. Но я отправляюсь прямо на место событий и немного нервничаю. Надеюсь, что произвожу достаточно шума, чтобы отпугнуть животных, которые могут здесь спрятаться. Очень интересно, на одном и том же месте следы хищника и его жертвы. Это экскременты лося, а это старый высохший помет волка. Это первый признак того, что здесь водятся волки. Значит, волки здесь есть. Я их не видел, но они уже знают, что я здесь. И не только волки. В сотне метров от того места, где я собираюсь провести ночь, обитают два медведя-гризли. Я хочу, чтобы они увидели меня, и тогда они будут держаться на расстоянии. Привет, Мишка! Привет! Похоже, мое присутствие здесь их не пугает. Что бы я ни делал, это не останавливает медведей. Они продолжают идти в сторону моей палатки. Здорово находиться вдали от людей, но чем ближе ночь, тем больше я сомневаюсь, правильно ли поступаю. Чем дальше, тем хуже. Сначала я нашел отличное место для ночной стоянки, потом обнаружил двух гризли, идущих прямо на меня, потом они скрылись в кустах, и теперь вот, и начался ливень. Похоже, поспать мне не доведется, потому что медведи явно где-то поблизости. Скорее всего, медведи придут сюда, чтобы изучить мою стоянку, так что ночка предстоит интересная. Утром я обнаружил, что кое-кто подошел к палатке ближе, чем медведь. Это был волк. Ночью в какой-то момент сюда приходил волк. Трудно сказать, как давно это было, возможно, в последние полчаса. Здесь его экскременты, и еще он что-то копал задней лапой. Волк, который шел по этой тропе, точно знал, что я здесь. Его обоняние и слух гораздо лучше, чем у меня. Для этого животного я не был добычей. Волк вообще не расценивает человека в качестве потенциальной пищи. Он просто прошел дальше по тропе в поисках добычи. Волк пришел прямо к моей стоянке, хотя, по сути, палатка не смогла бы меня защитить. Волк просто ушел. Думаю, Джек прав. Как правило, волки держатся подальше от людей. Я ехал по этой дороге несколько дней и ни разу не встретил волков. Похоже, что волки отшельники. Но, возможно, причина в другом. Том Майер изучает поведение волков в парке Денали более 14 лет. Именно в Денали возникла идея охраны хищников. А в парках остальных, 48 штатов, волков просто уничтожали. Но когда они увидели, как обходятся с волками здесь, в Денали, они поняли, что есть и другой способ. Людям нужно просто держаться от волков на расстоянии. Здесь есть только одна дорога через парк. И зимой территория вокруг логова волков закрывается для посещения. Следует находиться по меньшей мере в 20 метрах от волка. И нельзя его кормить. А если волк подойдет слишком близко, что ж, в парке есть надежная система, которая не позволяет волкам слишком приближаться к человеку. Пэт Оуэн и ее команда отвечают за то, чтобы слишком смелые животные в Денале держались на расстоянии. Иногда они используют шарики с краской. Внутри розовая краска. Кроме того, есть пустые шарики и шарики из твердой резины. В каких случаях вы их используете? Когда животные перестают бояться и слишком интересуются человеческими вещами, будь то велосипеды или палатки или что-то еще, они подходят слишком близко, и тогда мы начинаем действовать. Смысл в том, что когда в них что-то попадает, для них это неприятно. И они понимают, что если подойдут к человеку ближе, может стать больно. Терапия отвращения. Именно. Это как толпу разогнать. Волков стреляют резиновыми пулями, чтобы их отогнать. Собственно говоря, обе эти пули были сделаны именно для разгона толпы. Ясно. И это работает? Работает. Представляю себя. Да. Ясно. Я попробую в первый раз выстрелить. Вот мазила. О, нет. Хороший выстрел. Возьмите теперь пустую. Почему так важно, чтобы волки держались на расстоянии от людей? Несмотря на то, что в 99% случаев волки не опасны, это мощные животные. И везде в мире бывают случаи, когда волки ранят или убивают людей. мы не хотим, чтобы подобное произошло здесь. Мы хотим предотвратить подобные случаи. И разделение людей и волков способ этого добиться. Ясно. Если в волка попадет шарик с краской, он изменит его поведение. Мы надеемся на это. Некоторые могут подумать, что здесь идут на крайние меры, чтобы отдалить волков от людей. Но если у волков есть здоровый страх перед человеком, они не будут ассоциировать человека со своей пищей. Тогда не будут представлять для человека никакой угрозы. В течение 40-50 лет здесь закрывали территорию вокруг волчьих нор, чтобы люди не докучали волкам. Но мне кажется, что пока рядом с людьми есть волки, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь может им бросить. Да. Например, хот-дог. Мог ли кто-то подкармливать волков в Чигник-Лейк? Или же волки нашли еду рядом с деревней, и именно это и привело их туда? Может ли разгадка скрываться на мусорной свалке в Чигник-Лейк? Моя камера зафиксировала там медведя. Может, то, что привлекло медведей, стало приманкой для волков, убивших Кэндис? Заметно, что здесь есть самый разный не сгоревший мусор, в том числе остатки еды, овощи, коробки от пиццы. Медведи непривередливые. Один только запах этой еды мог бы привлечь их сюда. А если здесь пахнет мясом или рыбой, то и волки сюда тоже придут. Кэндис погибла всего лишь в четырехстах метрах отсюда. Возможно, голодные волки бродили здесь в поисках какой-нибудь пищи в полной безысходности. Я пытаюсь сообразить, что может привлечь голодного волка и понимаю, что еще это может быть. Собаки. Известно, что собаки тоже легкая добыча для волков. Таким образом, волки могли прийти сюда как из-за свалки, так и из-за многочисленных собак. Однако, многие люди видели в округе волков, но те не трогали их. Кэндис же стала их жертвой. И тому должна быть причина. Чтобы найти ответ, я собираюсь встретиться с человеком, выжившим после встречи с волками. Я еду на встречу с женщиной, на которую напала стая волков во время ее пробежки на территории лесной военной базы на окраине Анкреджа. Есть много общего между историей этой женщины и историей Кэндис Бернетт. Надеюсь, что опыт Алисии поможет мне окончательно понять, что заставило волков в Чигник-Лейк напасть на Кэндис. Почему Алисия выжила, а Кэндис погибла? Мы знали, что пару недель назад волк утащил собаку. Волк убил и съел ее? Да. В тот день вы были со своими собаками? Мы были на пробежке с двумя подругами и с нами были три собаки. Мы с одной подругой бежали впереди, а вторая подруга была за нами. Я обернулась и увидела волка примерно в метре от ее ноги. Я повернулась и закричала «Волк!» Она обернулась и мы увидели еще штук 10-15 метров от нас. Еще 10 волков? Да, вы шутите. Да, целая стая. Она закричала, просто дико заорала. Я помню только, как он отошел, отошел от ее ноги. И она просто рухнула на землю. А что делали собаки? Они напали на волков? Собака не переставая лаяла на них. А мы все это время кричали. Мы выбились из сил, задыхались. Это такой выброс адреналина. Мы начали пятиться, не отрывая от них глаз. Когда мы начинали ускоряться, они тоже шли быстрее. Потом они окружили нас и начали выть. по ощущениям, как долго это продолжалось? Я бы сказала, минут 15-20. И два волка стояли и смотрели, как мы садились в машину. Чрезвычайно смело для них было так выйти. Да, у них был вожак, которого я никогда не забуду. Черный волк с желтыми глазами. Я всегда буду его помнить. Как и в случае с Кэндис, поведение Алиси и ее подруг случайно привлекло внимание волков. Вы все бежали. Вы и ваши подруги собаки тоже бежали. Да. Когда животное быстро бежит, это может спровоцировать волков броситься в погоню за ним. Особенно в ситуации, когда кто-то не подозревает об их присутствии. Они просто инстинктивно будут продолжать преследование. Есть много общего между рассказом Алиси и историей, которую могла бы рассказать Кэндис Бернет, если бы ей удалось выжить после столкновения с волками. Некто бежит по совершенно дикой местности и к нему приближаются осмелевшие волки. В обоих случаях, вероятно, волки пришли сюда из-за собак. Но на Алиси они не напали. Думаю, главное отличие в истории с Алисией в том, что она увидела волков и правильно себя повела. Они остановились, чтобы оказать противостояние волкам, но, к несчастью для Кэндис, она не знала, что волки рядом, когда один из них напал на нее. Трагическую судьбу Кэндис определило то, что она не остановилась. Она была в наушниках и не слышала, как приблизились волки. А хищники набросились на нее, повинуясь инстинкту. Однако я также осознал, что проблема здесь намного шире и тревожнее. Ведь волков ничто не удержало от нападения на Кэндис Бернетт и убийства, потому что, в отличие от волков в парке Денале, они не боялись человека. Потрясающее сходство этих двух историй и любых других случаев нападений волков на людей на Аляске в том, что участвующие в этих нападениях звери совершенно не боятся человека. Волки из Чигни и Клейк должны быть голодали. Они пришли в деревню в поисках пищи, видели людей все чаще и чаще и привыкли к ним. И фактор привыкания здесь является самым опасным фактором. Хочу знать, что думает об этом Джек. Полагаю, отчасти сами люди послужили причиной привыкания к ним волков. Неужели чрезмерная охота на самцов оленей из-за их рогов так повлияла на число карибу на Аляске, что волкам приходится искать новые источники пропитания? Если количество дичи уменьшилось, как это произошло в районе Чигник-Лейк, если популяция кариба на севере и на юге полуострова Аляска катастрофически уменьшается из-за репродуктивной недостаточности, то волкам приходится искать пищу на свалках, особенно зимой, когда нет лосося, вообще ничего нет. Тогда волки перемещаются в район свалок, они выискивают еду в мусоре и могут привыкнуть к человеку. что в итоге способно привести к нападению. Если естественный баланс нарушился, этот редкий случай, подобное трагическое событие может быть лишь предвестником еще более серьезных последствий, предвестником ждущих нас конфликтов. На момент окончания съемок этой программы отчет Департамента охоты и рыболовства происшествий так и не был опубликован. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров Корректор А.